Навести порядок пытаются и в строительной отрасли. В Казахстане растет число долгостроев, снижается и количество сделок на рынке жилья. Казахстанцы стали меньше покупать квартир. Стагнацию на рынке недвижимости подтверждают цифры. В марте 2023-го количество сделок купли-продажи снизилось больше чем наполовину по сравнению с мартом 2022-го. Эксперты говорят о сокращении доступных ипотечных программ, изношенной инфраструктуре и дефиците энергомощности. К примеру, в столице, где стройка обычно идет без перерыва, к концу года планируется ввести в эксплуатацию около полутора миллионов квадратных метров жилья. Цифра, несомненно, большая, но эксперты утверждают, что этих объемов недостаточно. По их мнению, фактическая емкость рынка столицы составляет 2,5 миллиона квадратных метров и, соответственно, неизбежно повышение цен на жилье из-за того, что предложений на рынке станет меньше. Ратмир Аубакир разбирался, что же происходит на отечественном рынке недвижимости. Терпение столичных дольщиков, ожидающих окончания строительства дома комфорт-класса «Казана-2» уже на пределе. Вкладчикам пришлось выйти на улицы и требовать у городских властей признать жилой комплекс, наконец, проблемным. Стройка остановилась еще три года назад из-за отсутствия разрешения. Вот эта компания, Жануя Инвест, три года под разными причинами, то пандемия, то строительные материалы по дорожанию, это все отмазки. Кирпичный завод они построили здесь, в Акмолинской области, в Шорт-Андвинском районе. Туда все инвестиции. Получается, у них сейчас три ЖК, которые не строятся, стоят. Вот Палладиум, ЖК Сапсан. И общая сумма 5 миллиардов. Это, получается, квартиры плюс помещения. Но шанс узаконить строительство и закончить дом у компании все же есть. По крайней мере, так считают в Акимате, вновь дав надежду людям, а компании – дополнительное время. Вот Александр Брехов, он технический директор данной компании. Вопрос большой у нас вместе с дочками, почему нет вашей обещанной работы. Заказчик сказал, что во вторник будет проплата уже первая, 300 миллионов. Вот и после этого работы за какие-то. А этот дом, расположенный в прибрежной зоне реки Ишим, возводит с большой задержкой один из престижных столичных застройщиков. В компании заверили, что документы в порядке, просто нужно немного подождать. Чего не скажешь о других его объектах. Стройка двух домов велась без разрешения и с нарушениями. Как итог, один из них, ЖК Дублин, будет снесен, а второй, возможно, достроит, если устранят проблемы. То есть это вопрос, конечно, к исходным данным, к Акимату, почему так получилось и почему выделили этот участок. Но я точно знаю, что на этом участке проведена тепловая сеть. Это та сеть, которая будет снабжать весь город. То есть это нужно разбираться, кто дал это разрешение. Скорее всего, никто не давал. Это, наверное, было сделано на страх и риск самого застройщика. Такие ситуации происходят не только в мегаполисах, но и в регионах. Ряд компаний не в состоянии выполнить работу в указанные сроки. В силу самых разных причин. При этом представители столичного Акимата напомнили, что ответственность за участие в долевом строительстве лежит и на плечах вкладчиков. И свое внимание нужно обратить вот на что. Обращать на документацию, то есть в первую очередь на сделку. Она называется договор долевого участия в жилищном строительстве. Есть список объектов, строящихся по городу Астана, которые начали строить со многоквартирных жилых домов, но не имеют при этом разрешения на привлечение денег дурщиков. Так почему же ряд застройщиков пытаются возвести объекты в обход законодательства? По информации экспертов, в столице львиная доля строительных компаний находится на грани банкротства из-за того, что себестоимость жилых комплексов с каждым разом обходится все дороже и дороже. Стройка, пусть и незаконная, для них способ удержаться на рынке. На сегодня на территории столицы насчитывается порядка 60 строительных компаний. Основная масса из них, 90%, имеют всего лишь один проект и, как правило, реализуют его в нарушении законодательства. У них даже нет лицензии на привлечение дурщиков. По данным Акимата на 19 января, 118 жилых комплексов столицы не имеют лицензии. Они нарушают действующего законодательства. А это потенциальные риски, как для покупателя попасть в список обманутых дурщиков, так и для застройщиков. В то же время город не в состоянии обеспечить тепло и водоснабжение возводимых объектов. Ресурсы исчерпаны даже при снижающихся темпах строительства. Столица ждет появления новой теплоэнергоцентрали уже 12 лет. Как следствие, соответствующей социальной инфраструктуры для новостроек тоже нет. В первую очередь ТЭЦ-3 должны были построить еще 7 лет назад. К слову, ввести в эксплуатацию этот объект глава государства Касым Жамар Токаев поручил до конца текущего года. Все идет к тому, что до тех пор в Астане будет введено существенное ограничение на строительство жилых объектов. Что нам необходимо делать? Это нам необходимо максимально форсировать строительство социалки и строительство сетей. Если этого не будет, то тогда будет тотальная стагнация. Повлияла на строительный кризис и сложная геополитическая ситуация в мире. Мы все необходимые материалы привозим с Австрии. Мы ее раньше получали через Россию, так как санкции потом немножко круг изменился. Облицовочный кирпич, который мы с Украины привозили, мы его перестали получать. Мы сейчас, получается, все свои фасады делаем травертином. Травертин мы не привозим с Киргизии, с Узбекистана, мы привозим с Ирана. То есть мы не хотим уходить в хуже качества. Параллельно с приведением в порядок инфраструктуры будет разрабатываться градостроительный кодекс. По мнению специалистов, он должен четко определить правовые нормы и степень ответственности всех звеньев механизма, а также придать прозрачности сфере строительства. Попадая в ту систему, которая сейчас у нас есть, любой застройщик, я не знаю, подрядчик, он попадает в эту систему паутину, скажем так, да, и завязывается в этой бюрократии. Если смотреть уже глобально, то здесь, ну, вы виноватых не найдете. Здесь нужно менять полностью систему, чтобы она была прозрачная, чтобы за эту сферу отвечал один человек, да, мейн-менеджер, я не знаю, там, один госорган. Эксперты прогнозируют, что приостановка строительства жилых объектов, безусловно, будет способствовать повышению стоимости квадратного метра. Если ранее специалисты заявляли о 15-процентном росте цен на жилье, то уже сейчас они сходятся во мнении, что подорожание к концу года может достигнуть 30%. Ратмир Албакир, Саят Рамазанов. Специально для ЖТК.